Смотрите, шлагбаум закрыт, но люди все равно пролезут вниз вместе со своими мотоциклами. Это, кстати, уже не первый человек. Вот здесь тоже, смотрите, с велосипедом. Быстренько-быстренько пробежать. Сейчас еще кто-то оттуда пролезет. По-любому. Ну и идут, идут. Вообще не боятся. В общем, народ вообще не боится. Все равно перебегает, перелазит. Еще один велосипедист. Сейчас там, наверное, еще кто-то додумается. А что стоять, и правда. Смотрите. 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 . Смотрите. . Смотрите. 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 Они сегодня в хорошем добродушном настроении. Видишь. Наоборот даже. Мы подошли, и они туда ушли. Смотри, смотрят нас, смотрят. Не-не-не, Яна, когда они агрессивные, оно видно, они тогда более агрессивно себя ведут. А сегодня они, видишь, такие спокойные, глянь. Сели, одни хвосты висят, я не могу. Одни хвосты висят. Иди-иди. Где? А-а-а, да-да-да, там. Ой-ой-ой, как он его взял, прям, видишь, у другой забрала, боже. А кто их мать, вообще непонятно, да, на самом-то деле. Кто их мама? М-м? Ой! От, иди сюда. Ой, да, этот что-то это нервничает. Нервничает. Не, не пойдем дальше, не проведу Янку. Причем она хотела просто обойти, вы видите. А он что-то это. Да, он идет этот, племянник, племянник ехать. Сейчас он говорит, я тебя на машине сейчас приеду, заберу Янку. Не, не пойдем, боимся, боимся. Пятимся, мы пятимся задом, как раки, боимся, чтобы они на нас, короче, не напали. О, сейчас он заберет Януську мою. Ну, иди, иди я на сниму, а то и правда страшно. Племяннику вообще-то еще. Он младше Янку на год. Яне мои 16, значит ему 15. Но у нас все дети уже заранее учатся водить машину, видите, машет ручкой. Все водят машину, потому что пока получат права, чтобы они уже водили машину идеально. Поэтому вот я тоже хочу, чтобы научить мою Януську, пока ей будет 18, чтобы мы уже получили права и все, и сразу начали водить. Ну, мальчики, они быстрее учатся, вы знаете, мальчики очень быстро вот вообще учатся водить машину. Девочки не так. Девочки боятся, осторожничают. Поэтому пока Янушка моя еще боится. Девочки боятся. Я приехала в очень плотный маркет. Я вообще, если честно, вообще не люблю приезжать в этот маркет вот вечером. Потому что вечером тут вы сами видите, что здесь творится. Места для парковки нет от слова вообще. Я уже один раз поменяла место. Я вот стояла на этом углу, но все меня объезжают. Здесь тоже не сказать, чтобы хорошее место. Тоже, в общем-то, как бы я всем мешаю, потому что я немножко как выехала на дорогу. Но выхода у меня нет, потому что вообще нет никакого места нигде для парковки. Все просто забито. А приехать нам сегодня нужно было обязательно. Потому что Яна к своему зубному доктору пошла. Но я надеюсь, что она быстро пойдет. Потому что вечером у нас свадьба. Как бы я спешу, нужно будет собираться. Я еще даже вообще не решила, какой даже, какую сегодня я буду одевать, какой индийский наряд. Надо будет пойти еще посмотреть, погладить все. Много дел, как сами понимаете. Я смотрю, с прошлого раза лошадей добавилось. Раньше был только вот один такая лошадка. Сейчас их уже три, вы посмотрите. Даже четыре, я вижу, в той стороне еще есть один. Четыре их. Их уже тут вся семья полная. Интересно. Я уже третий раз переместила машину. Сначала я вот была здесь, теперь здесь. И теперь вот уже я поставила на свободное место. Кто-то уехал. Ну посмотрите, стоит вот эта лошадка. Их здесь было вот четыре. Четыре их было. Но я боюсь, конечно, к ней подходить. С коровами я уже дело имела, а с лошадями нет. Странно, что они ходят по дороге. Вообще такого даже в Индии, не знаю, редко встретишь, чтобы вот. Коровы ходят, лошади не ходят. Вы посмотрите, в два ряда стоят машины. Просто в два ряда. Там тоже машины, скутера, мотоциклы. То есть, если кто-то вот, кто-то, если, допустим, пошел куда-то на прием к доктору или куда-то, потом вообще люди просто ищут хозяина машины. Потому что выехать не может. Вот сколько раз такое было, когда мы приезжали сюда к доктору, и люди просто ищут водителя машины. Потому что здесь кошмар кошмарный. Вы посмотрите, что здесь творится. Здесь тоже, в этом проулочке. То есть, две машины здесь точно не развернется. В одну сторону только дорога. Потому что с одной стороны здесь машины стоят. С этой стороны, посмотрите, что творится. Тоже просто все упаковано. Места совершенно нет. Машины просто стоят два ряда. Ну, еще и, естественно, неправильное движение без правил. То есть, никто правил никаких не соблюдает. Все ездят вот вообще как попало. Как хотят. Где захотел, там и остановился человек. Можно тебя покладить? Не укусишь ты? Не будешь ты нервничать? А? Вот еще один пришел. Я так понимаю, это ее сыночек, по всей видимости. Или доченька. В общем, целая семья здесь. Ну, послушайте, если еще и лошади начнут размножаться так же, как коровы, беспорядочно. То есть, будут у нас еще тут и лошади ходить по улицам. Это тогда вообще будет кошмар. Коров нам мало. В прошлый раз я видела только одного, теперь уже четыре. То есть, это вообще будет трудно очень для движения. Если все животные начнут просто вот так вот размножаться беспорядочно и ходить по улицам. Наконец-то пришла моя дочка. Я вообще в шоке. Я тут пока ждала. Я уже вышла прямо возле машины. Стою, мою машину чуть не поцарапали несколько раз. Поэтому я вот стояла прямо уже здесь. Чтобы защитить ее как-то. Ужас. Сегодня кошмар, что творится. И это причем, и это причем только вечером. Вот, Яна, ты почему не можешь ему сказать, чтобы он тебя утром звал, днем? Да тут кошмар, что творится вечером. Машину даже некуда оставить. Пусть зовет тебя лучше с утра. Окей. Потому что я пока стояла, Яна, я тебе серьезно говорю. Мою машину чуть не поцарапали несколько раз. Больно? Больно? Кого ты? Кого ты лаги? Усе лаги? Доктор ты? Доктор что-то сделал. Говорит, у меня это пораненная губа. Кровь течет. Так ты ему не сказала, что надо аккуратнее?